У нас нет джавелинов, у нас нет миллиардов, там ни рублей, ни долларов, но в меру возможности мы все равно выполняем эту важную задачу просвещения. Им-то рассказывают, что вы идете Родину защищать, а мы расскажем, что вы идете защищать конкретный дворец Путина. А почему Путин боится любого поста ВКонтакте, выхода на улицу с каким-нибудь белым листочком, плакатом, потому что он знает, что это может быть той спичкой, которая разожжет пламя. Мне кажется, мы должны все класть свою соломинку на спину этому слону, чтобы он отхребет, чтобы какая-то соломинка, она его переломит. Расскажите о себе. Я Любовь Соболь, я российский оппозиционный политик, я против войны и против режима Владимира Путина. Занимаюсь разными делами, в том числе я продюсирую YouTube-канал «На войны лайф». Как 24 февраля 2022 года изменила вашу жизнь? Достаточно серьезно, мне кажется, как и жизнь многих россиян. Сейчас вся наша профессиональная деятельность сосредоточена в основном все-таки на антивоенной тематике и антивоенной повестке. Я работаю в составе команды Навального. Мы, конечно, освещаем те события, которые происходят в Украине. Мы рассказываем о тех событиях на большую российскую аудиторию. Мы разговариваем и говорим о том, о чем мне говорят ни на российском телевидении, ни на радио, ни в газетах. Моя личная жизнь. Я была вынуждена уехать из России еще до войны, когда нашу организацию признали экстремистской. Я находилась под домашним арестом. На меня было на тот момент возбуждено три уголовных дела. Сейчас уже пять. Последнее уголовное дело на меня было возбуждено за рассказ про Бучу и про преступления российской армии там. Сейчас, конечно, главная задача, наверное, для всех людей, кто понимает, что творится на самом деле, это требовать прекращения войны. И я желаю Украине победы. Без мира ничего не изменится ни в Украине, ни в Беларуси, ни в России. Почему так много россиян поддерживает войну? Я не согласна с теми оценками, когда мы говорим о том, что войну поддерживает большинство россиян. Мы пытаемся опираться на какие-то данные социологии, на данные косвенной социологии. Мы разговариваем с людьми на улицах. Мы по-прежнему делаем репортажи из России. Мы видим, что людей, которые уходят от ответа, боятся говорить. Их на самом деле большинство тех, кто не готов высказывать свою активную позицию против войны, потому что они боятся уголовного преследования, но при этом они не собираются поддерживать войну. Процент путинской поддержки тех людей, которые верят российскому телевидению, тех людей, которые считают, что эта война якобы некая миротворческая миссия против тех действий, которые устроил Байден, Меркель, не знаю, кто-то еще, я думаю, что это примерно, наверное, треть населения. Эти цифры меня пугают, потому что хочется, чтобы таких людей было меньшинство, какие-то 2-3 процента и так далее. Но треть населения – это очень много. У Путина был четверть века для того, чтобы зачистить всех и вся. У него весь парламент, правительство, все силовые ведомства, вся пропаганда, миллиарды рублей на пропаганду, все оружие в России находится под контролем Путина и так далее. И при этом все равно я не вижу, чтобы у Путина было большинство за ним. И косвенно это подтверждает разные данные, помимо той социологии, которой я располагаю. Это сказано о том, что иначе бы не нужны были репрессии. Почему Путин боится любого поста ВКонтакте, любого какого-то комментария, выхода на улицу с каким-нибудь белым листочком, плакатом, потому что он знает, что это может быть той спичкой, которая разожжет пламя. Поэтому нужно все срезать. Пост ВКонтакте поехал в тюрьму на 7 лет, как было недавно с пенсионером из Рязани. Написал про налеты российских летчиков и бомбежки Украины. Уехал в тюрьму. Нужно ли разговаривать с людьми, облученными телевизором, и можно ли их переубедить? Те, кто доверяет телевидению и считает это главным источником новостей информации, сейчас, скорее всего, переубедить уже не получится. Но есть большое количество колеблющихся, сомневающихся людей, людей, которые предпочитают занимать позицию «мы вне политики». Скажем тогда, вот это серединное, серое большинство, и разговаривать с ними можно и нужно. Какой-то накопительный эффект ваши слова будут иметь. То есть ваши аргументы, ваши факты, скорее всего, быстро и в лоб не подействуют. Быстро осмыслить критические ситуации он не смог, но через время до него может эта информация дойти. То есть осечь и наступить стадия принятия. Есть люди, которые сомневаются и колеблются. Я считаю, что большая заслуга сейчас независимых медиа в России в том, что Путину очень тяжело провести вторую волну мобилизации. Сейчас она проходит в виде того, что люди уговаривают разными предлогами, большими деньгами и так далее на подписание контрактов. Мы не видим этих очередей добровольцев, которые готовы ехать и воевать. Вот эти все диванные вояки, мы их видим в телеграм-каналах, зетников, где они действительно готовы на все и на вся. А в реальной жизни мы видим, что россияне более-менее начинают понимать, что мобилизация – это путь в один конец, это верная смерть, это обман со стороны государства, и об вас выдадут многие все. Вам придется хоронить своего мужа, брата, сына самим, вам не дадут положенных выплат, он не вернется к вам никогда. И если ты мать с двумя детьми, твоего мужа мобилизовали, то тебе придется этих двух детей растить самой. Почему сегодня важно продолжать рассказывать о коррупции? Смотря как рассказывать. Мы стараемся так рассказывать всегда и строить так историю, и подкреплять так доказательствами, чтобы на людей это оказало воздействие. Потому что одно дело, ты прочитал что-то, другое дело, когда ты увидел это. Ты увидел, как у Путина висит трех люстр на три этажа, покрытая полностью рубинами. И это впечатляет. Даже меня, которая примерно про Путина, знает, мне кажется, все. И для людей как-то вот через эти эмоции может быть доходит та информация, которую раньше они как-то не воспринимали более лично. О ком мы рассказываем? О том же замминистра обороны, например. Суровикини, которое было начальником штаба, и человек, который очень близок к Евгению Пригожину и так далее, рассказываем про то, что они делают, и как на этом они зарабатывают. И я думаю, что те семьи мобилизованных, те семьи солдат, которые посмотрят это расследование, либо что-то услышат о нем, они будут впечатлены, я думаю, той историей. Потому что им-то рассказывают, что вы идете Родину защищать, а мы расскажем, что вы идете защищать конкретно дворец Путина, либо вот конкретно офшора какого-нибудь генерала, который своих детей рожает в Америке и получает на них гражданство. Борьба с пропагандой, борьба с путинским режимом, она не может произойти за один день. Ты не можешь сказать людям что-то, что вот и все сразу перевернется. Должен быть какой-то накопительный эффект. Ты должен постоянно вести работу. Ты не можешь сказать, Симоньян врет. Ты должен постоянно рассказывать на фактах, как там все устроено, и так далее, и так далее. То есть и кумулятивный вот этот накопительный эффект, он очень важен. Зачем Путину такие богатства? Закомплексованный чекист, который захотел быть самым богатым человеком в мире, реализует собственные комплексы. Жадность и алчность не имеют пределов. Есть такой некий миф в народе, я считаю, что он абсолютно неверный, что вот эти наворуются, и все там, да, и вот как, я не знаю, там пиявки там, да, от тебя отвалятся, и все, им будет достаточно. Нет, это не так работает. У них есть машина, а им еще хочется еще лучше машину, еще лучше машина, а потом им яхту хочется, а потом самолет, а потом, собственно, остров и так далее. То есть если человек хочет воровать, то эта история, она не имеет пределов. Они будут продолжать это дело всегда. Они никогда не остановятся и не скажут, хватит. Поэтому Путин как раз за разряд тех людей, которые будут воровать до гроба, будут держаться за власть до гроба, будут делать все для того, чтобы разводить, стравливать, убивать людей. Политические убийства, война в Сирии, которую он развязал, и пробовал там то, что сейчас применяет в Украине Украина. Если бы Украина получилась, понятно, что пошли бы либо страны Балтии, либо Молдова, либо Грузия. То есть на Украине он явно бы не остановился. Его аппетиты постоянно растут. Что может остановить Путина? Нету такой панацеи. Есть разные силы и разные субъекты, которые сейчас так или иначе влияют на то, что происходит в России и будет происходить в ближайшее время. Очевидно, что украинцы сейчас на поле боя борются не только за свою страну. Так или иначе, косвенно они борются вообще за демократию в этом регионе. Они борются в том числе за того, чтобы у России появился шанс стать другой, нормальной страной. Мы, как гражданское общество России, сейчас делаем все возможное, чтобы бороться информационно, чтобы рассказывать правду. Потому что внутри России практически не осталось. То есть крупных не осталось. Всех выдавили, посадили, отжали и запретили. доносить эту информацию, быть тем мостиком правды для россиян, вот сейчас гражданское общество, мне кажется, выполняет эту очень важную задачу. У нас, у политиков, у независимых медиа, у активистов, прозащитников у нас нет джавелинов, у нас нет миллиардов ни рублей, ни долларов. Но в меру возможности мы все равно выполняем эту важную задачу просвещения и рассказы о том, что на самом деле творится. Мы, наша команда, большая команда Навального, мы действуем двумя способами. Мы делегитимизируем режим Путина, рассказываем о том, чем он является на самом деле. Не будет коррупции, не будет путинского правления. Там же все за деньги. Что мы увидели сейчас по этому слитому разговору Йоси и Фархада, что они думают про деньги. Они не думают о том, как систему поменять. Они думают о том, как себя спасти от санкций. А второе, кроме делегитимизации, мы увеличиваем уровень поддержки к демократическому движению и к людям, которые его представляют. И говорим, что это важная альтернатива для нашей страны. Война надолго? Я боюсь обманываться и давать какие-то прогнозы, потому что, мне кажется, это не знает никто, потому что, что выкинет Путин дальше, это непредсказуемый фактор. Мы не знаем, насколько прочна антивоенная коалиция среди европейских стран, потому что Путин пытается все время ее разрушить. И, к счастью, сейчас, когда были сомнения, что переживет ли Европа эту зиму из-за введенных санкций для газового шантажа Путина и так далее, оказалось, что Европа смогла, и она сильнее и прочнее, чем казалось всем, даже внутри Европы людям и политикам, и тем более Путину. Очень много упирается сейчас в контрнаступление Украины, которое все очень сильно ждут, потому что будет понятно, что если будут успехи Украины, то, значит, скорее всего, поддержка ее со стороны Европы продолжится. Мы, как гражданское общество России, должны бороться несмотря на успехи украинской армии, шантажи Путина и так далее. Мне кажется, мы должны все класть свою соломинку на спину этому слону, на этот хребет, чтобы какая-то соломинка она его переломит. А какая именно, пока непонятно. Но вот ты можешь что-то сделать против Путина в силу своих возможностей, ресурсов, известности, ты, пожалуйста, сделай это. Как минимум, не помогай режиму, а если можешь еще и бороться каким-то способом, то вот свою соломинку туда клади. Чего вы лично боитесь больше всего? Я столько всего пережила, как бы пафосно говоря, что мне уже поздно чего-то бояться. Каким вы видите будущее России? Я вижу Россию в демократии, я вижу Россию нормальной страной. Я считаю, что я это увижу своими глазами. Я понимаю, что не все так же считают. очень много вижу пессимизма, но мне кажется, что мы должны наоборот настроиться на то, что у России нет никакого другого пути, кроме демократии. Ни одного другого варианта. Если мы поймем, что других вариантов нету, что это поймут то, что лидеры европейских стран, например, которые, мне кажется, что часто по-настоящему это не верят, что это вообще возможно. И мне бы очень хотелось, чтобы больше людей разделяли мою веру в то, что Россия может стать нормальной страной, где будет комфортно жить людям с разным мнением, с разными политическими взглядами, и их не будут сажать в тюрьму за пост ВКонтакте. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok